Внизу вверх 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 Вверх Спасибо. 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 Валерий, я там не знаю, там родители жены. Мне начали просто на безнадач. Нет, ну пусть каждый тренер своих родителей жена. А вообще Лилия это скажу, ладно. Нет, ну каждый тренер жена. Где Лилия? Витя? Да. Айклама. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне ее пусто было. Не надо. Значит... Мнеãy. Спасят, сие баксы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внимание, товарищи участники, просьба подойти поближе к нам. Подходите на первую площадку. Внимание! Слово для председателя предоставляется президенту теннисного клуба Унифорс, заслуженного временем Украины, мастера спорта Валерия Горьевича Буркова. Дорогие друзья! Я сказал, товарищи участники, подумал о том, что уже товарищей нет. Дай Бог, чтобы мы остались друзьями. Мы сегодня начинаем новый цикл, новый этап наших соревнований. Мы провели здесь несколько десятков турниров. Одни из них, юношеские на призы памяти героя Советского Союза, студентки университета Ляли Убивов, стали традиционными. И в этих соревнованиях принимали участие известные всем вам Наталья Зверева, Лейла Месхи, Андрей Чесноков, Андрей Альковский, Дмитрий Поляков, Дмитрий Панамарь, стоящий здесь сейчас в этом строю. И многие-многие другие сильнейшие теннисисты бывшего СССР. Времена меняются. Вам, наверное, приятно смотреть сейчас на тот строй, хоть и небольшой, но тех теннисистов, которые, будем говорить, дожили до сегодняшнего дня. И маленькие Васильева и Тихенко, и повторяю, уже в каком-то смысле ветеран Дмитрий Панамарь, большое ему спасибо, что он принял участие в наших соревнованиях. Идет время, меняются поколения. Дмитрий Панамарь играет уже не только за клуб «Уникорд», но и за гамбургский клуб «Клиппер». Маленькая девочка, стоящая в этом ряду, готовится стать чемпионкой уже, к сожалению, не СССР, а Украины. Такой чемпионки уже не будет. Но у нас есть ориентиры. И слава Богу, что они есть. Последние пять лет наш клуб живет успехами элитного, можно прямо об этом говорить, теннисиста. Теннисиста мирового класса Дмитрия Полякова, который, наверное, впервые в истории спорта нашей республики поменял столицу Украины на наш город, на наш клуб. И в этом клубе достиг достаточно многого. В этом году выпущена впервые книга ATP Tour, то есть Ассоциация теннисистов-профессионалов за прошлый год. И наряду с Беккером, Эдбергом и многими другими сильнейшими теннисистами мира присутствует глава Дмитрия Полякова победителей турнира Гран-при в Умаге в прошлом году. Мы провели, повторяю, много турниров, но пришло время, и нам нужно тоже потихонечку разбираться и придерживаться каких-то новых устремлений, новых веяний. И вот вы видите на афише нашего турнира денежный приз, призовой фонд 3000 рублей. Ну, вы понимаете, что это очень мало, но, как говорится, лиха беда начала. Я думаю, что мы станем богаче все вместе. И вы, сидящие на трибунах, и мы в нашем клубе Уникор. И следующий турнир будет с большим призовым фондом. Я думаю, что нам помогут в этом и наши спонсоры, которые, один из которых должен присутствовать здесь. Они нам уже помогают. Вы знаете, что многие из наших игроков, которые играют в соревнования и здесь, в Уникорте, и на теннисных портах других городов Украины, бывшего СССР и за рубежом, играют ракетками, мастерскими, профессиональными ракетками, которые подарены нашему клубу спонсором «Харьков Энерго Ремонт». И приятно, что этот спонсор – харьковчане. Я думаю, что в следующий турнир мы пригласим поучаствовать и в денежном призовом фонде наших спонсоров. Если Дима Панамарь в этот раз согласился играть только с гандикапом, это естественно, потому что класс его выше остальных участников, то я думаю, в следующий турнир, где денежный приз, призовой, вернее, фонд будет порядка 50-100 тысяч рублей, я думаю, мы уже будем играть по основным теннисным правилам без гандикапа. Вы видите, нет гимна, нет флага. С одной стороны, это плохо, поменялось много. Наверное, нам нужен свой флаг. Может быть и украинский, может быть и флаг уникорта. Нужен и свой гимн. Без всего этого, вероятно, жить трудно. И молодые люди еще как-то этого не понимают, а более, так сказать, опытные в жизненном плане. Может быть и надоели все эти символы, но без них тоже трудно. И нужно создавать новые, нужно создавать свои. Нужно, вероятно, те традиции хорошие, которые были у нас, я имею в виду даже наш клуб, продолжать и выискивать новое, что нам посильно. И я думаю, та база, которая есть в Харькове на портах, на территории нашего клуба, это база бесспорно лучшая сейчас в нашей новой независимой Украине. Замкнулась цепь. Мы имеем здесь специализированную детскую и юношескую школу Олимпийского резерва и можем пополнять ряды теннисистов-олимпийцев. И в этом году впервые открыто отделение тенниса и новые студенты вот-вот, закончив экзамен, придут и будут учиться у нас здесь, на нашей базе, учиться тренерскому мастерству. И присутствующие здесь родители, может быть, с благодарностью будут им в будущем отвечать. Я заканчиваю свой небольшой спич. Поздравить хочу вас всех вот с таким общим нашим праздником, потому что здесь собрались люди, которым так или иначе не безразличны судьбы нашего клуба. Мы проводим эту первую финальную часть нашего турнира сегодня. Следующий турнир в более интересной обстановке, это мы вам можем гарантировать, с более весомыми призами пройдет в начале этой зимы уже в нашем зале закрытых теннисных портов. Я сейчас хочу предоставить слово для того, чтобы вы узнали регламент сегодняшнего дня главному судье этого первого профессионального, повторяю, турнира, потому что раз уже есть денежный фонд призовой, значит, это турнир профессиональный, Евгению Маратовичу Бендерскому, тренеру нашего клуба. Прошу. Значит, о программе сегодняшнего дня. Сейчас начнутся финальные игры нашего турнира, где будут разыграны все места вот первого и последнего. После этого у нас будет награждение участников, беспросьбочная лотерея для всех участников, а также лотерея для зрителей. И по завершению лотереи будут разыграны первые места в женственном, женственном, банном, наглядном. Просьба не терять входные билеты, под ним будет разыгранность лотерея. Еще просьба во время гейма не ходить. Вы хотите ходить в трибуны в дочке во время перехода. Спасибо за внимание. Сейчас на первый код вызывается финал мужского одиночного нагляда. Музыка Кудаярова. Судья Тихенко. На второй код вызываются участники женского финала. Калита Целых Надя. Судья Светуха. На третий код. Матч за третье место. Пономарь Задорожный. Судья Чурсин. Четвертый код. За третье место в женском разряде. Харлаша Назазуля. Судья Кубрак. На пятый код. Глебов Кирсанов. Судья Каритонов. Шестой код. Васильева Мастерова. Судья Яковенко. Седьмой код. Прохватила Данильчук. Судья Глухов. Восьмой код. Сторожилова Целых Оля. Судья Бойко. Девятый код. Стреляева Тургенева. Судья Коновалова. Видите двух девочек, которые играют в финал, ну, можно сказать, женского турнира. Хотя и одно и другое по 13-14 лет. Это Надя Целых слева и Аня Калита. Обе девочки играют в быстрый по теннис. Это не те, которые раньше говорили, вот такой кач, доставание мяча. Марат Михайлович Бендерский на трибунах, который этим отличается. Это, с одной стороны, очень хорошее качество. И этим именно девочкам этого качества не хватает. У них много ошибок. Я хотел бы, чтобы они выросли в сильных теннисистах. Но для этого им нужно будет очень многое совершить. Третий корк. Вы на третьем корте видите. Его видно отсюда. Вернее, их видно издалека. Оба высокие, атлетически сложенные спортсмены. Еще раз повторяю. Слева чемпион Украины. Мастер спорта Дмитрий Панамарь. Справа уже, наверное, студент сегодня. Института физкультуры, отделение тенниса Дмитрий Задорожный. У Панамаря папа строитель. У Задорожного мама заслуженный мастер спорта. Неоднократная чемпионка страны в велосипедных гонках на шоссе. Выдаю всю информацию. Четвертый корк. Я вам хотел бы сказать чуть-чуть больше о нашем резерве. В этом году, кроме успехов Барякова, Панамаря и других наших взрослых, мы были обрадованы первым успехом наших новых украинских теннисистов. За сборную команду Украины на чемпионат Европы попали Яна Харлашина, тренер Бендерский Евгений Маратович и Юра Петренко, тренер Светковский Сергей Александрович. Попасть попали, но, к сожалению, ничего хорошего там не показали. Так, по-домашнему говоря. То есть первый блин вышел комом, но будем надеяться на то, что при работе, при вере в свои силы, этого тоже не хватает, к сожалению, не только нашим игрокам, но и всему нашему обществу, всем нам. Вот если побольше верить, вероятно, будет больше и побед, может и хлеба будет больше. Вот. И Юра Петренко, и Яна Харлашина, и еще многие из тех, кто сегодня вы здесь видите, могут порадовать нас, тарьковчан, членов нашего клуба, да и всех украинцев, своими победами в международных соревнованиях. Вы знаете, что у нас есть уже наигранные контакты с зарубежными клубами, и в некоторых из них мы выходили победителями. Я думаю, что и в будущем эти контакты будут продолжены, и мы будем, играя в международных соревнованиях с представителями других стран, растить новую поросль нашего харьковского тенниса. Спасибо за внимание. Начинается финальный матч на первой площадке, и на остальных... Кубок, Киевор, за последний финал, из другого разряда, в первом третье подает, куда ядом. Ячем, верный. Бой, 15. Нет. Бой, 30. Ячем, верный. 13, 30. Субтитры создавал DimaTorzok В маленьком перерыве, который занимает несколько десятков секунд, когда игроки меняются сторонами площадок, тогда зрители могут проходить, могут вставать с места, обмениваться впечатлениями и так далее. На всех абсолютно турнирах, все остальное абсолютно точно запрещено. Начинается гейм и снова все останавливаются, садятся на свои места и замолкают. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вторая задача. Вторая задача. Вторая задача. Быстро переходят, меняясь сторонами площадок. Это, кстати, суета, которую они привносят в свою игру. Она оборачивается ошибками, вы видите. При переходе нужно не только отдохнуть. Это время дается игроку для того, чтобы осмыслить происходящее, исправить ошибки и так далее и тому подобное. Вот, может, они как-то услышат мой голос, обращенный, правда, к зрителям, мы будут в этот момент, в момент перехода, обдумывать свои ошибки и планировать как-то следующие игры. Я хочу вам дать небольшую информацию о происходящем на других корпах. На второй площадке в финале женского турнира «Калита» обыгрывает целых первой партии 4-1. На третьей площадке борьба «Гандикап» Пономаря пока не дает ему возможности доказать свое преимущество. И Харлашина в борьбе пока 2-1 выигрывает в первом встрече свой матч. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Мы рады, что финальная встреча в мужском одиночном разряде доставила вам, зрители, интерес и удовольствие. Минут после окончания финала в женском одиночном разряде, если можно так выразиться, глядя на игроков на второй площадке, мы проведем награждение победителей, прервав остальные соревнования, и две лотереи, беспроигрышную для игроков и рискованную для зрителей. Еще чуточку внимания. Сейчас мы переведем мать со второй площадки на первую. Спасибо. 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 Во время перерыва между перед решающей партией женского финала состоится награждение участников и розыгрыш лотерей. После окончания этих мероприятий состоится доигровка финала в женском одиночном разряде. Спасибо. Просьба всех участников подойти сюда к первому корпусу. Нир. Определены победители и призеры наших соревнований. У мужчин. У женщин одна доигровка финальной части состоится через 10 минут. По условиям соревнований мы должны вручить призы победителям. По традиции, начиная с женской части соревнований, за первое место в одиночном разряде должны быть награждены кто-то из участников финала. Поэтому мы, подзывая и корректу и целых, вручаем им два конверта, как это водится, за границей. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько находится в конверте денежных знаков, это и коммерческая, и наша тайна. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, делить вы не будете. Тут написано «Женский приз первый» и «Женский приз второй». Поэтому, вероятно, мы отдадим это судье на вышке, который после окончания вручит. А то еще будут произойти какие-то недоразумения. Третье место в одиночном разряде завоевала Диана Харлашина. Мы с удовольствием вручаем ей этот денежный приз и пожелаем в следующий раз, участвуя в чемпионате Европы, достичь каких-то результатов. АПЛОДИСМЕНТЫ Каких-то, потому что пока результатов не было. Было только участие. То есть, олимпийский девиз был выполнен. Четвертое место в нашем турнире завоевала Яна Зазуля. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Недавно закончился матч на шестой площадке. В изнурительной борьбе победила Катя Васильева. Вот за это изнурение она получает чуть больше, чем занявшее шестое место Саша Мастерова. АПЛОДИСМЕНТЫ Держи, подожди, подожди. Еще раз руку пожарьте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, в следующий раз, получишь больше. АПЛОДИСМЕНТЫ Света прохватила? Седьмое место. На седьмом месте, оказалось, Света прохватила. Почему оказалось? Потому что я не очень внимательно наблюдал, но думал так, что она повыше будет. АПЛОДИСМЕНТЫ Может, из-за гандикапов. Я за Данильчук. Да, за Данильчук, пожалуйста, передай ей. На восьмом месте Данильчук. На девятом месте Ольга Целых. Старшая сестра финалистки, которая играет сейчас в финал. Я думаю, что в следующий раз тебе нужно будет больше постараться. Полина Староживова заняла десятое место. Аня Сургенева на одиннадцатом месте. И несмотря на то, что есть и последнее место, но у нас оно не последнее, а просто двенадцатое. И мы награждаем за двенадцатое место Оксану Стреляеву. И пожелаем, чтобы в следующий раз что-то перевернуло с ног на голову, чтобы ты заняла первое место. Тогда и прыг будет больше. Но тут что-то есть, это точно. Поздравляю. Переходим к мужчинам. В мужском одиночном разряде победил Дмитрий Музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожелаем тебе получать более стабильную валюту, но и этой тоже не бред. На втором месте Олег Кудаяров. Так или иначе, здоровья тебе, счастья и успеха в учебе. Так, что-то надо нам по серию относиться. Третье место завоевал Дмитрий Панамач. Попробуем его с этим местом и пожелаем ему в следующий раз обрести более почетное место и более качественную валюту. Хорошо, я пошел сюда. Еще лотерея, еще лотерея. Подожди, 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 еще лотерея. У тебя еще есть возможность достичь пользы. На четвертом месте Дмитрий Задорожный. Мы его сегодня поздравляем с тем, что он стал студентом Института физкультуры. На пятом Андрей Глебов, уже студент. Здорово, Смурса. Поздравляем. Больше тренируемся. На шестом месте Андрей Кирсанов. Служеного, исключенный студент. И на седьмом еще один студент. Андрей Тихенко. Студент Академии Уникор. Поздравляем. Еще у нас осталось два конверта. В них пара мужская и пара женская. Это награждение состоится после финала женской одиночки. Состоится финал парных соревнований. Кто из зрителей дождется, тот получит, так сказать, удовольствие лицезреть награждение в парном разряде. В связи с тем, что теннисный клуб Уникор учредил два переходящих приза мужчине, победителю нашего турнира и женщине. Мы сейчас, в связи с тем, что не окончился женский финал, награждаем Дмитрия Музыку переходящим призом. Переходящий приз в виде вазы Будянского завода, фарфоровой вазы Будянского завода, будет оставлен навечно в нашем клубе. Но на вазе будет выгравирована дата, год и фамилия победителя. Если Дима выиграет этот приз, выиграет этот турнир три раза подряд или пять не подряд, начнет заберет свое хранение в домашнюю коллекцию. Оставить здесь? Пока забирает. Переходим к лотереям. Первая лотерея беспроигрышная, как мы и обещали, для участников. В этом культе, в этом мешке билеты участников такие же, с номерами. Каждому номеру соответствует каждый приз. Я вам сейчас прочту, что у нас в призамах. Первый номер, первый номер, первый номер вытащит. Вот Альбук Теннис, автор Березгейман, профессор. На память. Номер 19. Проспекты турниров с участием Дмитрия Полякова. Номер 16. Защепка для струн. Кстати, любители тенниса не профессионалы, и профессионалы не любители. Это, вон, неотъемлемая часть такого вот амуниции тенниса. Номер 8. Соседка сувенирный унифор. В хозяйстве для девочки пригодится. Где мама? Номер 4. Сувенирный мяч фирмы Швейдингер Уинблдон, 92. Этим мячом играл победитель Уинблдона. Кто победил, ты знаешь? А? Андрей Агаки. Андрей Херсанов. Номер 2. Тройка ленинградских мячей. Дни Ивана. Более целых. Посмотрим, кто из них. Номер 3. Мяч именинград уже 2 штук. Номер 14. Два комплекта теннисных струн. Мастерам как раз идет то, что надо. Номер 21. Мяч именинград. Номер 13. Два комплекта теннисных струн. Три штук. Я туда не пойду. А что ж ты не стыдно сейчас? Ну ладно, все. Я тоже гони туда. Номер 15. Комплект струн. Защепка для струн. Мастерова Саша. Номер 5. Комплект наклея теннисных фирм. Балина Старожилова. Номер 10. Комплект скломастеров. Папа художник. Номер 20. Мяч именинград. Номер 11. Конфеты. Комплект. Симфор. Комплект. Комплект. Комплект наклеек. Номер 6. Комплект наклеек. Комплект наклеек. Комплект. 35. Проверяйте. Внимание. Номер 35. Смотрите на ваших билетах. Номер 35. Цифры знаете? Так. Пожалуйста. Как тебя зовут? Женя. А фамилия? Женя Прилудская. Женя получает на память билет чемпионата Харькова, который выиграл поляков и фотоальбом для детей и родителей. Симфор. Симфор. Товарищ. Здоров. Поле чудеса. Аплодисменты. Ты не только книжку выдал. Нет? Нет? Ну ладно. Ну да. Наоборот. Теперь фотоальбом. Да, да, да. Мы немножко перебили. Эта книга останется тебе. Ничего. А сейчас пройдет вот эта книга с техникой и тактикой пленится фотоальбом мы отдали Жене Прилудской. Пусть у тебя остается. Раз уж я тебя ее вручил. Внимание. Итого. Билет Гейман Заржевский. Теннис. Прошу музыка. Значит, вот примерно так же. Пять лет тому назад на турнире в Мюнхене Волков тянул жребий. Машина разыгрывалась. Опи. Вот мы... Я сидел, значит, это после матча он выиграл у Иванистовича, кстати, финал. Тогда Иванистович. Вот он этот... Я специально купил билет для того, чтобы Волков он не выиграет. Но, в общем, не выиграл он для меня, естественно. Так. Пятьдесят девять. Номер пятьдесят девять. Прошу. Прошу. Держи у вас какие-то левые люди. Держи у меня, он нендексец. Представлю. Попробуй играть. Чтобы ты не сыграние, играйте. Играйте и дальше. Спасибо. Следующий приз. Сувенирный мяч. «Уемблдон-92» Хирмышлезингер. Прошу. Это интересный приз. Сувенир такого рода украсит коллекцию теннисного любителя тенниса. Это сто процентов. Номер десять. Участники скупили половину билетов. Победил за дорожкой. Мячи Ленинград. Четыре штуки. Вернее, три штуки. Пошли. Номер пятьдесят один. Победил наш врач. Молодец. Хорошо играете. Сувенирная салфетка уникора. Материал из самых лучших. Вообще там хлопок сто процентов. Семьдесят четыре. Номер семьдесят четыре. Еще благодарить будете через год. Еще такая же салфетка. Номер сто девятнадцать. Сто девятнадцать. Один один девять. Аккуратно, аккуратно. Не спешите. Мы подождем. Так, это сестричка Тургеневой. Да? Как тебя зовут? Оля. Оля. Прошу. Будешь принимать гостей и накроешь стол с этой салфеткой. Комплект бумажных салфеток уникор. Пять штук. Можно? Да. Сто девятнадцать. Сто девятнадцать. Сто девятнадцать. Сто девятнадцать. Сто один. Один ноль один. Так. Это Лопин. Точно. Держи. Поздравляю. Еще такой же комплект. Шестнадцать. Номер шестнадцать. Так. Это один из членов нашего клуба. Любители и твенеца. Ему будет интересно. Поздравляю. Наклейки нашего... Нашей школы олимпийского резерва. Четыре стикера. Сто тридцать один. Сто тридцать один. Ну кто? Сто тридцать один. Кто на холодильник наклеен? Четыре последнего. Наши школы олимпийского резерва. Нет такого. Сто тридцать один. Нет? Да. Сто тридцать один ушел. Пообедал и ушел. Так, плакат теннисного клуба «Уникор». Номер... Номер два. Номер два. Дяде. Дяде. Спасибо за участие. На память. Еще один плакат. Наш плакат теннисного клуба «Уникор». Номер... Номер, номер, номер... 76. 76. Поздравляем. Так, подходят к концу наши призы. Но последний, как вы помните, самый интересный. Так, струны пенисные. Один комплект. Сколько можно проиграть теннис одним комплектом? 97. Номер 97. Поздравляю. Играю в теннис дольше. Еще такой же приз. Номер... 22. Номер 22. Так. О, это уже у нас был победитель. Уже второй раз. Хорошо. Везучий. Нет, это тебе. Это я тебя поздравляю. Комплект струн натянешь. Внимание. Я думаю, что ваше ожидание достигло апогея. На очереди денежный приз 500 рублей. Так. Затаите дыхание. Дима, пошел. Не говори, скажешь мне на ухо. Номер... Номер... 52. Ищите, ищите. Победил судья сегодняшнего финального матча Кубрак. Закончилась вторая лотерея. Спасибо вам за участие. Те... Те зрители, которых, так сказать, еще осталось чуть-чуть. Подождите, посмотрите концовку женского финала, решающую партию. И одновременно запускаем финал в мужском парном разряде. Марков Кудаяров, музыка Задорожный. Марков Кудова, в д New York года. Благодаря следующее. Редактор субтитров Н.Александров Моглаварова Москва Мの解ч 버農. 2021 глава, рубеж dare топи,